Здравствуй, мой друг! Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. Располагайся поудобнее. Одевай наушники и слушай. Сегодня мы продолжаем читать повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Глава одиннадцатая. Мятежная слобода. В ту пору лев был сыт, хоть с рота он свиреп. «Зачем пожаловать, изволил мой вертеп?» — спросил он ласково. Сумароков. «Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещеванием. Охота тебе сутарь переведываться с пьяными разбойниками. Боярское ли это дело? Не ровен час, ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на дурку или на шведа. А то и грех сказать на кого. Я прервал его речь вопросом. Сколько у меня всего-навсего денег? «Будет с тебя», — отвечал он с довольным видом. «Мошенники как-то мне шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич», — сказал я ему, — «отдай же мне теперь половину. Остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость». «Батюшка Петр Андреевич», — сказал добрый дядька, дрожащим голосом, — «попойся Бога». Как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников? Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько, войска придут, переловят мошенников. Тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны. Но намерение мое было твердо принято. «Поздно рассуждать», — отвечала старику. «Я должен ехать. Я не могу не ехать». «Не души, Савельич, Бог милостив, а вось увидимся. Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть в три, дорога. Деньги эти я тебе дарю, если через три дня я не ворочусь». «Что ты это, сударь?» — прервал меня Савельич, — «чтоб я тебя пустил одному. Да этого и во сне не спроси. Коли ты уже решился ехать, то я хоть пешком-то пойду за тобой, а тебя не покину, чтобы я стал без тебя сидеть за каменной стеною. Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану». Я знал, что с Савельичем спорить было нечего и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам. Крахульные нас пропустили. Мы выехали из Оренбурга. Начинало смеркаться. Путь мы шел мимо перцкой слободы, пристанищей Пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом, но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич и твамок следовать за мною издали и кричал мне поминутно. «Потише, сударь! Ради Бога, потише! Проклятая кличонка моя не успевает за твоим толконогим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то потолбух. Того и гляди. Петр Андреевич, батюшка Петр Андреевич, не погуби. Господи, владыка, пропадет парское дитя!» Вскоре засвергали перцкие огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплением слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами. Это был передовой караул Пугачевского пристанища. Нас закликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их, но они меня тотчас окружили, и один из них сводил лошадь мою за усту. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове. Шапка спасла его, однако он зажатался и выпустил ее за руку стул. Прочие смутились и отбежали. Я воспользовался этой минутой, пришпорил лошадь и поскакал. Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савелича со мной не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я повродил лошадь и отправился его выручать. Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики, голос моего Савелича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савелич находился между ними. Они стащили старика с его клячьей, готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому, главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю, а наш батюшка, припавил он, волен приказать, сейчас ли вас повесить, а ли дождаться свету Божию. Я не противился, Савелич последовал моему примеру, и караульные повели нас торжеством. Мы перебрались через овраг и ступили в слободу. Во всех избах горели огни, шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу, но никто в темноте нас не заметил, и не узнал о мне Оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшие на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. Вот и творец, сказал один из мужиков, сейчас об вас доложим. Он вошел в испу. Я взглянул на Савелича. Старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго. Наконец мужик воротился и сказал мне, ступаю. Наш батюшка велел впустить офицера. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи.